Ежедневно за медицинской помощью в лечебные учреждения Сочи обращаются более десятка тысяч человек. И каждому пациенту необходимо понимание и сочувствие. Предоставить это обязанность медицинских сестер. Именно они помогают врачам и много времени проводят с больными. Профессия медсестры не ограничивается уколами, доставкой лекарств пациентам и перевязкой. Работа трудная и ответственная, говорит Татьяна Козловская. Сегодня в свой профессиональный праздник она отмечает и юбилей – 35 лет работы в больнице. Свою профессию начинала в городской больнице номер два. Работала палатной медицинской сестрой, потом на должности старшей медицинской сестрой, старшей медицинской сестры, главной медицинской сестрой. В настоящее время я работаю старшей медицинской сестрой в муниципальном учреждении городской больницы номер девять. Сейчас в лечебных учреждениях Сочи работает 3000 специалистов со средним специальным профессиональным образованием. Однако дефицит кадров есть практически во всех муниципальных медучреждениях. Одна из причин – люди уходят в коммерческие клиники, где и зарплата выше, и нагрузка меньше. Чтобы привлечь кадры и помочь молодым специалистам, в городе был создан Совет по сестринскому делу. Теперь он преобразован в координационный совет, где решаются все необходимые вопросы. А в регионе реализуется ряд мер социальной поддержки. Медицинским работникам повышают заработную плату и предоставляют жильем. Все, что построено за счет федеральных, краевых и муниципальных средств, все эти квартиры будут переданы муниципалитету, и бюджетники различных уровней получат в обязательном порядке эти квартиры. В том числе, или в первую очередь, это будут и врачи и медсестры. В ходе торжественного собрания говорилось и о качестве медицинской услуги. Оказание помощи персоналам должно соответствовать уровню лечебных учреждений, которые в последнее время преобразились не только внешне. Появилось современное диагностическое и лечебное оборудование. Поэтому медицинские работники должны обладать не только профессиональными навыками, но и соблюдать этические нормы. И достойных сотрудников в городе немало. Лучшие сегодня получили благодарственные письма из рук главы города, почетные грамоты от Управления здравоохранения и награды от Правсоюза. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.